Сзади меня как раз идет ледоход, ледоход идет, льды движутся с верху и внизу реки. Что я хочу рассказать по поводу написания книг. Вот в начале это дело казалось довольно-таки легким и так сказать легко были написаны целительные силы. Просто-напросто пишешь, свою мысль излагаешь, облекаешь в разные слова хорошо ли это, плохо ли это. Главное, что смысл понятен. Но потом, когда я после начал читать, там, будем говорить, и слова не совсем там правильно подобраны, и мысль можно было по-другому изложить. Ну вот, скорее всего, какая-то искренность, наверное, и является тем, что книги удались. Сейчас вроде бы стало писать сложновато. Почему? Потому что я понимаю, что надо подобрать слова, которые бы правильно отражали мысль, которые бы, как бы сказать, сами по себе воздействовали. Это очень важно. То есть мысль должна быть облечена, и ход мысли в такие слова, которые еще усиливают ее. А если там различные «не», «может быть» и прочие-прочие там какие-то обороты, слова-паразиты встречаются, то толку маловато от такого будет текста. Он не будет захватывать человека. Сейчас мне удалось, удалось писать, как я считаю, получше, чем я раньше начал писать. Что хорошо, когда ты пишешь? Когда ты пишешь, мысль твоя только раз в словесную форму облеклась, ты ее изложил. Но пока ты печатаешь, допустим, на машинке или на клавиатуре, приходит несколько, как бы сказать, не иное понимание, а улучшенное, понимая, что вот тут надо что-то убрать, тут что-то дополнить и так далее. И в итоге, когда ты излагаешь свою мысль на бумаге, то получается, что ты ее несколько раз успеваешь пропустить через себя и как бы обточить. Где-то растают там запятые, акценты, подобрать слова. Вот. И писанное намного лучше получается. Когда ты начинаешь что-то рассказывать, то тут, понимаете, очень важно держать главное направление, то есть тему. тема эта так и норовит ускользнуть. Потому что ты начинаешь говорить, ну, начал там рассказывать, грубо говоря, там по очищению там организма, вот. Какие-то там рассказываешь приемы по очищению. И невольно ты можешь в этот рецепт углубиться, когда его надо просто произнести, и начинаешь там в рецепте, там, допустим, какие-то там, грубо говоря, ингредиенты используются. И ты пошел по этим ингредиентам, уже забыл, с чего начал. Ага, ты начал с очищения, там уже рассказываешь, грубо говоря, там про траву полынь, про клизму или еще что-то. Вот в этом заключается сложность. Но, тем не менее, тем не менее, вот если я вспоминаю написание книг, и потом меня попросили там что-то там рассказать, почитать лекции. Я до этого слышал лекции Надежды Алексеевны Семеновой. Вот она эти лекции так прекрасно обточила. Да, говорит она, отлично. То есть у нее хорошо, хорошая речь. За речью идет, значит, чтение лекции. И свои книги она написала с лекций своих. То есть, вот как она лекцию читала, так она и написала свои книги. Ну, все нормально, доходчиво. А я столкнулся опять-таки, видите, ухожу к чему я в виду. К тому, что, когда я столкнулся с тем, что книги у меня уже есть, попросили там прочитать лекцию, но оказалось, что это не так-то просто. Еще жена у меня спрашивает, а ты, говорит, лекцию там прочитаешь? Я говорю, да я же книгу написал, о, я тут прочитаю. Ну, чтение лекций и лекторское мастерство, это совершенно иные вещи. То есть, одно дело быть писателем, другое дело быть лектором. Это разные вещи. Вот, ну, потихонечку. Здесь главная практика. И это можно сделать, одна лекция коряво, другая получше, третья еще там получше. Ты начинаешь уже улавливать, ага, что говорить, как говорить, какие примеры приводить. И в результате получается нормально. Ну, здесь опять-таки нужна практика и не забывать это дело. Вот, и тут, значит, я попадаю на телевидение. На телевидение попадаю, я никогда не был ведущим, таким публичным человеком, чтобы что-то рассказывать. Одно дело, ты сидишь с редакторами, что-то там им рассказываешь, а другое дело, ты уже в студии, и тебе надо вести. Здесь надо держать тему. Если тебя спрашивают, надо быстренько переключиться, и, значит, в попад хотя бы ответить, да? А если еще ответишь оригинально, это еще лучше. То есть тут должна быть большая и быстрая работа ума. Вот, поэтому первые, первые свои эти... Первые свои передачи я вот вспоминаю, ну, это вообще ужасные, ужасные вещи. Здесь надо было передачу вести, а мне было более интересно посмотреть на зрителей, допустим, как там Андрей Малахов что-то там говорит, или еще-еще. То есть произошло, как бы сказать, вот раздвоение сознания. С одной стороны, ты должен вести, с другой стороны, ты на себя со стороны наблюдаешь. И третья, третья еще такая вещь, это сидят зрители, и вот они же на тебя смотрят, и ты улавливаешь их ответ, и, как бы сказать, вот зрителям говоришь, то есть общение как бы со зрителем. А мне в ухо говорят, нет, говорят, зрители это, как бы сказать, ну, просто своего рода обставленные, как бы сказать, как это подназывается. То есть это просто атрибут передачи, на которую ты не должен внимания обращать. Твоя задача говорить на камеру. Поэтому я научился говорить на камеру. Не сразу, конечно, это было. Но, то есть потребовался не один месяц, а где-то года два, если не больше, для того, чтобы я научился в передаче чувствовать себя, можно так сказать, хозяином. И даже иногда общаться и с этим... Общаться и со зрителями, и при этом не терять суть. Ну и плюс еще тебе в ухо тут ору, чтобы ты там то сказал, то и сказал. Дело, значит, это непростое, но можно научиться. Вот, когда ты записываешь видео, очень, знаете, хорошо вообще. Видео получается, когда рядом сидит собеседник. Собеседник, ты с ним общаешься. И это гораздо легче. Даже когда ты что-то в руках держишь и говоришь. Это такой интересный прием, который облегчает общение. Так вот, когда нету собеседника, то здесь, конечно, очень важно изложить свою мысль и на этом деле закончить. Далее перейти к другой. И что получается? Вот когда я записал видео какое-то, я начинаю его монтировать. Я обычно его вновь запускаю, и вот оно пошло. Что-то я вырезаю. Где-то вот я чувствую, что перескочил, мысль не окончена. И я тогда делаю вставку в виде текста. Такую секунду там вставку. Чтобы это все, моя мысль была закончена. Ну и вообще-то, если вот сейчас вы смотрите на меня, ну тут можно посмотреть, ледовые поля огромные плевут. То есть, вообще, хорошая передача получается, тогда, когда на фоне, допустим, нашего разговора, вы увидите какие-то примеры мои из той же, допустим, передачи, плывущий лед, еще что-то, еще что-то. И тогда она, и плюс еще музыку, тогда она будет совсем по-другому, будем говорить, звучать и восприниматься. Вот так что запись дело крайне непростое. Особенно, когда вы пишете. Хорошо, что вот вот эта вот камера, на которой сейчас я работаю, она ловит автофокус. Если я ставлю более дорогие камеры Mark III и навожу фокус, а потом я то ли вперед иду, то ли назад, я выпадаю из фокуса, и получается здесь смазано фокус мое изображение здесь смазано. То есть, надо четко стоять вот в этом месте. Ну вот, немножечко вам рассказал о о том, как записываются программы, как я все это дело делал.